Всем привет! В этом видео мы рассмотрим видеокарту MSI RTX 2080 Gaming X Trio. Впервые видеокарты Trio появились в 20 линейке GeForce и являлись дополнением к серии Gaming. За счет удлинения системы охлаждения и установки дополнительного вентилятора, эти видеокарты лучше справлялись с отведением тепла и соответственно давали несколько большую производительность, чем двухвентиляторные версии. К тому же у всех конкурентов были аналогичные продукты с массивными системами охлаждения и тремя вентиляторами, так что выпуск этой карты был скорее вынужденным ходом, так как оверкокерские карты MSI Lightning с массивными системами охлаждения стоили гораздо дороже. В 20 серии GeForce видеокарты Trio очень напоминают упомянутые мною ранее карты Lightning из-за схожей RGB подсветки, но есть несколько заметных отличий и пожалуй главная из них это длина видеокарты. Дело в том, что есть негласное правило делать видеокарты длиной не более 30 сантиметров для того, чтобы их без особых усилий устанавливать в большинстве корпусов, а вот длина видеокарты Trio почти 33 сантиметра. То есть перед покупкой этой карты каждому нужно наверняка знать, что она поместится у него в корпусе. Про массивность системы охлаждения я уже сказал, теперь давайте поговорим про ее качество. Сама система охлаждения представляет из себя радиатор с двумя напаянными теплостемными пластинами, одна из которых контактирует с чипом, а вторая через термопрокладки с мосфетами системы питания. Память же не охлаждается, так как та пластина, которая контактирует с памятью через термопрокладки является пластиной жесткости. И если для прошлого поколения с памятью GDDR5 или 5X это было плохим решением, то для новой памяти GDDR6, потребление энергии которой заметно меньше, такой способ охлаждения допустим. Кстати, конкретно в тестируемой карте была память производства Samsung, которая разогналась до такой же величины 15800 МГц, как и память Micron в ранее протестированной мной видеокарте EVGA RTX 2080 XT. Теперь поговорим про систему питания видеокарты. Здесь мы видим разительное отличие от референса, так как у карты MSI Trio не только на две линии питания графического процессора больше. Но мы видим, что сама MSI отказалась от принципа управления линиям питания реализованной у референса с помощью дополнительных контроллеров UP7561Q и осуществляет управление непосредственно 10-фазовым контроллером от Monolithic Power System. Кстати, MSI в своих картах установила предохранители на 12-вольтовые линии дополнительного питания PCI Express. Но я отмечу, что такой практики у нее ранее не было, как и у многих других производителей по одной простой причине. Главным предохранителем видеокарты и других устройств ПК является блок питания. Просто из-за многих майнеров, которые использовали некачественные блоки питания, горели видеокарты и только по этой причине и заговорили за предохранителей на самих видеокартах. Теперь поговорим за производительность видеокарты. По сути, она показала примерно такой же уровень, как и протестированные ранее EVGA и AURUS. Хотя напомню, что у карты AURUS был чуть менее удачный чип, и он показал в разгоне частоту чуть ниже, чем у конкурентов. КОНЕЦ В целом у меня от видеокарты MSI TRIO остались только положительные впечатления. Массивная и красота системы охлаждения, менее шумные вентиляторы по сравнению с многими конкурентами и достойная производительность на уровне топовых решений на рынке. И на этом мой обзор и закончился бы, если бы не одна болезненная тема. Это гарантия, которую предоставляет компания MSI на свою продукцию. Дело в том, что я уже много раз слышал от подписчиков, что им отказывают в гарантии по каким-то тупорылым отмазкам. Кто-то скажет, что здесь вина не самой MSI, а официальных дилеров, которые обеспечивают гарантию на территории СНГ, но в то же время, когда человек не может решить вопрос с дилером, он обращается напрямую к производителю и должен получить помощь уже от него. Подобные ситуации случаются с продукцией той же Gigabyte, дилеры которой не всегда добросовестно выполняют свои обязательства. Но при обращении напрямую к Gigabyte зачастую вопросы решаются в пользу покупателей. Про международную гарантию я вообще молчу. Да, она есть у MSI, но только на веб-странице сайта. В реальности вы международную гарантию на территории СНГ не получите и вам придется отправлять карту на ремонт в страну ее покупки. Хотя у того же упомянутого выше Gigabyte с этим все намного проще. До недавно я думал, что отношение у MSI хотя бы к своей топовой продукции достойное, но это не так. Видеокарта MSI GTX 1080i Lightning, цена которой выше среднерыночной на 100-150 долларов, чем у других 1080i, оказалась по надежности не лучше, чем обычная версия гейминг. И уже через полтора года использования ей нужно гарантийное обслуживание, так как у этой видеокарты даже на стоковых настройках происходят вылеты или зависания в играх и стресс-тестах. Поэтому я не стану рекомендовать продукцию MSI к приобретению, так как брак случается у всех, но важно то, как конкретный бренд держит свои гарантийные обязательства. Хотя я не отказываюсь от своих слов, сказанных ранее, что видеокарта RTX 2080 Trio, что карта GTX 2080i Lightning мне очень понравились по производительности и по качеству материалов. Кстати, если вам понравился новый трек моего видео, то ссылка на автора будет в описании. Ну а на этом у меня все. До новых встреч!